Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите новости «Анапа-Регион» в студии Кристины Рабина. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Риски для здоровья человека, сельское хозяйство и сохранение живой природы. Юные анапские экологи представили учёным свои работы по важнейшим темам. Куда пойти учиться? В университетах города проводятся дни открытых дверей. Сегодня мероприятие состоялось в филиале Московского государственного педагогического университета. Подарок любителям активного образа жизни. В Анапе началось строительство велосипедной дорожки. Дороги, электроснабжение, вода. С актуальными для сельских жителей проблемами на приём главе города-курорта пришли жители Анапского округа. Выездной приём Сергей Сергеев провёл в здании Станичного дома культуры. Там же работали заместители главы и начальники всех управлений администрации. Жительница комутыря Людмила Стасилович на приёме главы рассказала о проблеме с водой. В хуторе совсем немного домовладений. Тот, кто не позаботился о собственных скважинах, пользуется водой, которую качает старая насосная станция. Строительство нового водозабора – очень затратное мероприятие. Один из вариантов – выделить в хуторе массив для многодетных семей и подать заявку в краевую программу на обеспечение инфраструктурой. Место хорошее. Если там будет вода, там надо посмотреть по земле. Есть ли свободные участки, может быть, для выделения земли. Потому что, ну, если будет вода, будет дорога, будет электричество, люди там будут строиться. Ещё один острый вопрос – низкое напряжение в сети. В планах Кубанинерго заменить 6 километров высоковольтной линии, идущей в направлении хутора, и 200 метров непосредственно в комутыре. Нехватку воды испытывают и жители улицы Родниковая в Бужоре. Люди создали кооператив, провели полтора километра водопровода, но не хватает давления, чтобы дома на возвышенности в достатке получали важный жизненный ресурс. На приём к Сергею Сергееву жители Бужоры делегировали Рафика Бичахчана. Отчитался перед Сергеем Павловичем и заявителем Ярослав Царевский, руководитель водоканала. Занимаемся землёй, земля есть, оформляем землю. Потому что сложно, я хотела. Ничего не сложно, всё идёт, архитектура, все замки. На него смотри, скажи, когда будет готово. Когда будет готово, сейчас я вам скажу. 15 июня. Устраивает? Ну, ходим. Еще одна просьба – дорога. Здесь, так, это дорога. Едется Родниковая, вообще, дети, разумные сады одевают, в школу идут. По дороге у нас. По поручению главы ремонтная техника зайдёт на Родниковую. Анна Суганяк просит увеличить в местной амбулатории количество коек на дневном стационаре. Глава Анапы обещает взять этот вопрос на контроль. Необходимо найти помещение для дополнительного отделения. Как подключиться к центральным сетям канализирования? С этим вопросом на приём пришла Айше Ахтемова. Сергей Сергеев потребовал от сельского главы провести работу с жителями и самому изучить ситуацию. Мы подводящую сеть-то сделали. Есть же центральный коллектор, так? Он самотёчный, нет? Да, без насоса. Ну, а кто разводящий? Ну, людей надо объединять. Кооператив – это то же самое. Мы же не будем делать этого. Ну, здесь вопрос по тому, что технические условия, если они кооперативные... Правильно, с этого надо начинать. То есть тебе надо изучить, прежде чем, чтобы не получилось. Если они объединились в кооператив, а эти условия такие, что... Невыполнимые. Невыполнимые. Будет по 500 тысяч на домовладение. То есть надо сейчас изучить, реально, технические условия. Если цена вопроса будет слишком велика, то муниципалитет рассмотрит возможность софинансирования. Всего в этот день на приёме у главы, его заместителей, начальников управлений и коммунальных предприятий побывало свыше 90 человек. В летнее время одним из популярных видов увлечения наобчан становится велосипед. В скором будущем у любителей этого вида транспорта появится собственная зона для прогулок. На Пионерском проспекте сотрудники Ремстроя приступили к строительству велосипедной дорожки. Маршрут начнётся от реки Анапка и завершится возле Дельфинария на Пионерском проспекте. 1800 метров в длину и более двух метров в ширину. Таким будет новый объект, который, несомненно, станет самым посещаемым местом любителей активного отдыха. В понедельник началось производство работ по рытью корыта. За один день вывезли 73 кубических метра грунта. Это 7 КАМАЗов вывезли. И на данный момент уже более 200 кубических метров грунта вывезено с этого объекта. Сейчас рабочие бригады прошли уже более 200 метров трассы. Идёт отсыпка щебнем под установку бордюрного камня, который начнут монтировать уже в ближайшее время. После этого будет застелен асфальт и облагорожена зелёная зона. Все работы планируется завершить 1 мая. В муниципальном образовании продолжается цикл дней здоровья, в рамках которых сельским жителям оказывается доступная и квалифицированная медицинская помощь. В субботу маленьких витязевцев приглашают на очередное комплексное профилактическое мероприятие. Обязательный приём у врачей узких специальностей могут пройти малыши в возрасте до года. Маленькие пациенты, состоящие на диспансерном лечении, дети-инвалиды, больные с сахарным диабетом и другие. Бесплатный приём для маленьких сельчан врачи проведут в амбулатории села Витязева 18 февраля. Начало дня здоровья для детей в 9.00. Юные экологи, учащиеся с 6-11 классов школ, представили учёным свои работы. В городе прошла научно-эколого-биологическая конференция «Юные исследователи». Основные темы – риски для здоровья человека, сельское хозяйство и сохранение живой природы. Победители представят Анапу на втором этапе конкурса, который пройдёт в Краснодаре. Известно, что на 50% здоровье человека и его самочувствие зависит от образа жизни. Дмитрий Борисов учится в 10-м классе гимназии «Эврика». В своей работе он затронул тему утилизации вредных для окружающей среды бытовых предметов, например, батареек. Их необходимо утилизировать промышленным способом. Гимназист собирал материалы с сентября. В ближайшее время его класс будет принимать участие в городской акции по утилизации отработанных батареек. Для этого нашли компанию, которая занимается переработкой автомобильных аккумуляторов. Есть такие люди, которые просто это хранят. Допустим, я знаю одну женщину, она у нас живёт в Анапе, и она имеет дома много коробок, где лежат эти батарейки. То есть она их не выбрасывает. Конференция, по сути, финал городского этапа. Из 60 работ отобрали 13. Их оценивает жюри – учёные, преподаватели вузов. Они решат, кто из 13 участников будет представлять город-курорт в Краснодаре. Всё-таки моя рекомендация, надо было как-то для нас формулировать тему, чтобы нам было более понятно, о чём речь идёт. Вы очень интересные вещи рассказали. Даже для меня, то, что бывает всё-таки новым, я этого не знаю. Помимо чистоты окружающей среды, в представленных работах речь идёт о здоровье человека, о полезных растениях, приживаемости диких растений в городской среде. Очень актуальные работы, интересные работы. То есть те работы, которые можно нам, обычным людям, применять в своей жизни. И, конечно, задумываться о той проблеме, о которой нам обозначили нам дети наши. Это очень полезно. Это вообще формирует, будем говорить, внутреннее состояние самого ребёнка. Как к своему личному здоровью, так и к здоровью нашей окружающей среды. В частности, города-курорта Анапа. Это очень интересно и нужно. Организаторы подчёркивают, среди работ школьников из города-курорта не бывает плагиата. Все они написаны самими ребятами под руководством педагога. По словам Людмилы Романовой, у анапчан есть шанс пройти на всероссийский этап. Так уже бывало. Как определиться с будущей профессией? Этим вопросом всё чаще задаются старшеклассники, которые в этом году закончат обучение в школе. Определить свою будущую специальность молодые люди смогли посетить филиал Московского государственного педагогического университета. Сегодня здесь прошёл День открытых дверей. День открытых дверей в МПГУ – настоящий праздник не только для гостей вуза, но и для сотрудников университета. Десятки школьников пришли в гости к студентам, чтобы определиться с выбором профессии. Ведь на базе этого учебного заведения можно получить не только высшее, но и среднее профессиональное образование. Эти мероприятия направлены на выпускников. На выпускников девятых и одиннадцатых классов. Потому что именно эти ребята начинают думать о своей профессиональной карьере, о своём профессиональном будущем. Именно выпускники девятых и одиннадцатых классов сегодня думают, кем я буду дальше. Поэтому сегодня они здесь, поэтому сегодня они в нашем филиале. И поэтому сегодня мы с ними обсуждаем, что мы можем предложить, чтобы они профессионально состоялись и что бы они хотели. А спектр специальности весьма широк. Информационные системы, гостиничный сервис, коммерция, педагогика, дизайн – это лишь малая часть того, что можно выбрать в качестве будущей профессии. Обучение очное, а на старших курсах уже возможно свободное посещение занятий. Студенты могут совмещать обучение с работой. Что касается трудоустройства, вопрос, конечно, на контроле. Почему? Потому что для чего получаем образование, если дальше не можем трудоустроиться. Поэтому однозначно мы на старших курсах уже даем студентам свободный график посещения, для того, чтобы они на старшем курсе имели возможность устроиться. На старших курсах и на младших, начиная с первого курса, есть разные виды практик, когда студенты идут на рабочие места, на предприятия, в учреждения, чтобы попробовать свою будущую профессию. Если студент хорошо работает и проходит практику, как правило, его приглашают на это предприятие. После небольшой концертной программы гости праздника проследовали в творческие мастерские. Здесь ребятам на примерах показали и рассказали о преимуществах профессий. Особый интерес в этот раз у школьников вызвал факультет дизайна, но им еще предстоит определиться с выбором. Мне понравилось направление дизайна. Мне очень понравилось, как учитель объяснял нам делать фигуры из бумаги. Это было очень профессионально и это выглядит очень красиво. Также мне еще понравилось то, что связано с информатикой. Я тоже очень люблю компьютеры и, можно сказать, я разрываюсь между выбором информатика и дизайна. Следующий день открытых дверей в этом ВУЗе пройдет 24 марта, но уже сейчас можно определиться со специальностью и направлениями образования. По всем интересующим вопросам можно обращаться в приемную комиссию по телефону 42676 или обратиться по адресу город Анапа, улица Астраханская, 88. Смотр строя и песни прошел в гимназии Эврика. Это мероприятие приурочено к 28-й годовщине со дня окончания вывода войск из Афганистана. Навыки строевой подготовки показали 8 команд с 1 по 7 класс. Оценивало выступление ребят компетентное жюри, в состав которого вошли ветераны Афганистана. В числе почетных гостей подполковник Вячеслав Бойко, капитан 2-го ранга Сергей Чекановский и ветеран вооруженных сил Виктор Герасименко. Очень много вложили в труда подготовки этого мероприятия. Особенно подготовки. Мы, безусловно, в вопросах строевой слаженности, строевой песни, в том числе и индивидуальной строевой подготовки. Поэтому впечатляем. Марш строя и песни в гимназии Эврика в этом учебном году уже третий. Но на этот раз впервые участниками события стали первоклассники. Военно-патриотическая работа в учебном заведении продолжается. В следующий раз ученики гимназии покажут свои строевые навыки в мае. Эти мероприятия пройдут в рамках 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Анапские студенты в Центральной библиотеке встретились с капитаном подводной лодки, ветеранами войны в Афганистане, представителем воинской династии, где, начиная с Великой Отечественной войны, служили или служат в армии все мужчины. Ну что ж, пацаны, я свое отбыл, а теперь вы обязаны Родину защищать. Так отец напутствовал троих сыновей после того, как уходил в отставку, пройдя всю Великую Отечественную войну от Сталинграда до Праги и отслужив в Таманской дивизии. Все трое по очереди стали артиллеристами. Сын Владимира Константиновича отслужил четверть века. Теперь внук без пяти минут майор. Если сложить сроки службы всех родственников, то получается около двухсот лет. Капитан первого ранга в отставке Виктор Каноненко отметил, что Россия с ее ресурсами всегда была лакомым куском. Встреча прошла в преддверии Дня защитника Отечества, а также в дни, когда советские войска выходили из Афганистана. Афганистан, если бы мы туда не вошли, превратился бы в... Ну как сейчас ИГИЛ, да. А тогда, значит, исламский фондументарий. Конечно, нам иметь соседей такого рода. Конечно. К праздникам Анапа преобразится. На улицах города уже сейчас появились так называемые декоративные светопанели. Пока их около трех десятков. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева, оригинальное освещение городские коммунальщики уже смонтировали на улице Горького, Терской, Красноармейской. Предполагается, что такие декоративные фонари появятся и на Гребенской, а также на Пионерском проспекте. 23 февраля в Анапе состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. В 11.00 возле стелы город воинской славы начнется патриотическая акция «Мы наследники города воинской славы». Принять участие в общегородской акции приглашаются все желающие. Также в этот день в 21.00 небо над всеми городами воинской славы России единовременно раскрасит праздничный салют. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Также партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте «Напа-Регион.ру». Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова